Тема, каким образом отправить логотип своей организации в космос, на МКС. Так получилось, что у нас действительно это произошло, но в своей презентации я хочу сконцентрировать ваше внимание на двух аспектах. Первое, это то, что в вашем кинотеатре можно что-то делать плюсом к кино. У нас есть холлы, у нас есть кинопроекционные комнаты, которые сейчас не так сильно используются. У нас есть место, где можно чем-то заниматься, кроме кинопоказа в его традиционном смысле. И каким образом можно привлечь какое-то социальное предпринимательство на свою площадку, чтобы у себя на объекте какие-то городские активности по-настоящему происходили. Итак, поехали. Все уже, наверное, не раз слышали, было общество потребления, всем надо было Мерседес классный купить, всем все показать, какие мы там богаты и все такое. Сейчас все-таки больше общество путешествия, если есть выбор купить дорогую сумку или поехать куда-то там за границу, наверное, люди все-таки поедут за границу, какое-то новое впечатление. Даже вот простой опыт. Мы с коллегами поселились не в гостинице, вот здесь на киноэкспо, мы поселились, называется хостел, он называется Soul Kitchen Hostel в центре Санкт-Петербурга. Он, по-моему, лучший хостел Европы даже, и мы там живем, и вот сама по себе эмоция, она совершенно отличная. Вчера так получилось, что я задержался на Диснее и решил в гостинице остаться. И вот вечером абсолютно разная ситуация, что в хостеле происходит, что происходит в гостинице. В хостеле там куча народу, кто-то из Бразилии, кто-то из Африки, все вечером готовят, пьют вино, люди по-настоящему между собой общаются. А вчера вот в гостинице мы посмотрели презентацию, и вот там в фойе все такие какие-то сидят и между собой не разговаривают. Вот мы, я думаю, что в следующий раз поедем, наверное, вообще всем премьер-залам будем в хостеле жить. Нет, честное слово. Увидимся. Вообще вот сам по себе планетария – это не какая-то маркетинговая акция, это вот новая функция кинотеатра. Она работает постоянно, и она постоянно генерирует информационный трафик и людей. Мы по-настоящему вот с помощью планетария, которую мы сделали в кинотеатре, мы сделали кинотеатры событийным. Это кинотеатр «Салют», это город Екатеринбург, кинотеатру уже больше ста лет, и фойе кинотеатра мы конвертировали в планетарий. Итак, вот мы в 2014 году его открыли, так выглядит сам по себе купол. Он состоит из небольшого музея, есть полнокупольный зал на 34 посадочных места, чтобы можно было любой класс привлечь, чтобы они пришли и посмотрели какой-то фильм про звезды. Есть лектории там, где мы проводим разные мастер-классы, там, где мы делаем детские различные программы. Сам по себе контент у этого планетария, его можно поделить на фильмы, которые идут. Причем вот если у нас в кино довольно удобно, у нас по четвергам обычно новый фильм. Вот в планетариях вообще такого нет. В планетариях, может быть, за весь год у вас 2-3 новых фильма. То есть нужно именно научиться постоянно работать каким-то новым контентом, чтобы людям вообще как-то было интересно туда ходить. Это спецмероприятия, это лекции, которые мы проводим. Причем лекции, они могут быть не только про звезды, они там и про динозавров, и про биологию, и про все что угодно, и про искусство в том числе. И мы также делаем обучающие программы, в основном это для детей. Мы делаем таким образом, чтобы программа была минимум на месяц, а может быть на 3 расписана, чтобы взрослые могли спланировать, куда их ребенок в следующий месяц, условно говоря, по субботам будет ходить. Таким образом выглядит сам планетарий. Какое-то время назад мы написали письмо в Роскосмос. У нас есть различные детские обучающие программы, отправьте нам кого-нибудь лектора, чтобы мы совместно сделали какую-то акцию. Нам согласовали отправить космонавта. Мы на себя взяли расходы по гостинице и по его перелету. Пригласили, космонавт приехал, мы сделали несколько разных лекций для детей. Первый от космонавта был Андрей Федяев, после этого к нам приезжал еще один, это Сергей Ревин. Вот у нас в планетарии может ребенок по-настоящему руку космонавту пожать. Какое-то время назад к нам приезжал Сергей Прокопьев, он родом тоже из Екатеринбурга, школьники сделали с ним селфи. Через какое-то время после его приезда мы узнаем, что на тот момент, кстати, он еще не был в космосе. Мы узнаем, что его выбрали в отряд космонавтов, он должен быть командиром корабля. И мы решили сделать специальную акцию. Опять же, написали письмо в Роскосмос, хотим сделать спецакцию. Они нам отправили космонавта Александра Лазуткина. Это тот человек, который дольше всего в течение одного полета был в космосе. Мы вывели на большой экран кинотеатра, это 400 мест, прямую трансляцию НАСА и Роскосмоса. Александр Лазуткин комментировал, как это все выглядит. Пришли люди, полный зал у нас был. Некоторые люди прямо по-настоящему с плакатами пришли. Таким образом мы отправили космонавта в космос, его проводили. И попросили его с собой взять флаг нашего планетария. Изначально попытались туда логотипы премьерзала еще нарисовать и магнотек. Но Роскосмос завернул эту идею, говорит, это у вас реклама уже в планетарии, давайте все остальное выбирайте. Посмотрите вы ролик, как это выглядело. Человек в космосе наш, уральский. Впервые наш земляк, екатеринбуржец, узнает, что такое невесомость и посмотрит на планету самые лучшие обзорные точки с ее орбиты. Сергей Прокопьев. Так зовут космонавта, который в составе международного экипажа сегодня вышел на орбиту. За происходящим с интересом следили многие горожане, Роман Сумин в их числе. Микрофончики работают, звук с компой есть, ага, к старту готовы. Здесь все, как на настоящем космодроме. Проверка систем, видео, музыки и связи. Ведь сегодня с космодрома Байконур в космос отправляется первый екатеринбуржский космонавт Сергей Прокопьев. Этого момента наш соотечественник ждал 8 лет. На самом деле это срок не очень большой, поскольку некоторые космонавты ожидают своего полета от 10 и более лет. То есть можно сказать, что Сергею очень повезло, так как в свой первый полет он сразу был назначен командиром корабля. О космосе Сергей мог только мечтать, хотя спортом всегда занимался активно. Еще в школе участвовал в соревнованиях и тяготел к техническим наукам. Все изменилось, когда он прошел отбор в отряд космонавтов. Дважды он был в дублирующем экипаже, а теперь сам выйдет на орбиту. Но Сергей вряд ли волнуется, ведь все действия давно довел до автоматизма. На его лице зрители не видят ни намека на страх. На полет пришли посмотреть сотни горожан. Им Сергей будто передает привет. В свой первый космический полет Сергей взял два флага. Один Екатеринбурга, другой Екатеринбуржского планетария. Находясь на МКС, мужчина поставит специальную печать. Доказательство того, что флаги побывали в космосе. По возвращению Сергея на Землю исторические символы отправятся в городской музей. И вот последние секунды перед стартом. В зале стоит полная тишина. Финальный отчет и поехали. Так вот это все произошло. Не так давно мы поняли, что все, что мы делаем в планетарии, мы делали это как коммерческая организация. Но по-настоящему можно еще реализовать проекты как некоммерческая организация. Есть такая форма организационная. Вот мы недавно такую организацию зарегистрировали. Самое главное, для чего это делается, чтобы можно было заниматься фандрайзингом, просить разные компании вас поддержать и работа с грантами. Есть целый список разных грантодателей. Самый крупный из них это фонд президентских грантов. В 2018 году они распределили 8 миллиардов на разные инициативы по стране. На следующий год мы обязательно будем там участвовать. Думаем, что наверняка какие-то деньги мы оттуда на реализацию своих проектов обязательно получим. Вообще на каждом объекте можно сочетать коммерческую деятельность и некоммерческую. То есть у нас кинотеатр, который работает как кинотеатр, но внутри планетария мы делаем различные лекции, различные программы для школьников. Мы обязательно будем привлекать именно на эти инициативы деньги как некоммерческая организация. Поэтому для вас еще одна мысль, что вы в своем объекте можете какие-то инициативы финансировать с помощью некоммерческой организации. Вообще мой фокус это находить новые смыслы для площадки кинотеатра. Кинотеатр может стать вообще совершенно разным-разным объектом. Если у вас есть какая-то страсть или есть какой-то интерес, обязательно привнесите ее в свой кинотеатр и сделайте какой-то из этого социальный проект. Это сделает и вашу жизнь интересной, и какую-то дополнительную городскую активность затянет на ваш объект. Самое интересное, что хоть тут звучит все «Космонавты», «Роскосмос», как будто бы это что-то такое дорогое, это абсолютно не какие-то большие деньги, и по-настоящему такие активности, они в ваших силах. Сейчас я несколько других проектов веду, один из них связан с современным искусством. Также мы там запускаем проект по реставрации кинооборудования. Другой мой проект — это онлайн-площадка Prime Films для фильмов, для вашего кинотеатра. Позавчера я делал презентацию на эту тему. Вы можете меня найти на Фейсбуке, подписаться, я какими-то интересными кейсами и мыслями там делюсь. От компании Magnatec у нас есть действительно, не побоюсь сказать, интересный контент на Фейсбуке. Тоже не поленитесь, подпишитесь, и может быть как-то у вас получится получить новые инсайты от наших публикаций. Что-то, может быть, вы захотите реализовать на своих объектах. У нас есть Telegram Киномагна, тоже очень качественный, не побоюсь этого слова сказать, контент. Обязательно подписывайтесь. И у меня на этом все. Всем спасибо большое за внимание. Продолжение следует...